да проверяем давление воздуха должно быть ну сейчас 40 но для запуска чтоб не меньше десяти было чтобы момент запуска самолет не тронулся включаем четырех кран включаем приборы включили аккумулятор не включает даем команду провернуть винт проворачивая винт шприцом делаем закачку 45 раз при цену ли закачали топлива цилиндры хорош от винта снимаем струбцину педали держим педали мало ли самолет если начнет рулить вдруг в воздух чтобы мы могли им управлять так готовы к запуску включаем азс запуск включаем аккумулятор генератор раскручиваем винт и при этом и даем зависимости от самолета даем рудом раскручиваем когда уже стрелочка на 8 и не изменяется постоянно проворачиваем два-три оборота включаем один плюс два и и и и и и и и и 0,3 норма. Давление топлива 0,3 норма. Должно быть 0,2 на 25, для военных 0,3 на 35. Коловки цилиндров у нас нагреты на 40, ну, такая, на 50-90 градусов. Масло нагрета, в принципе, не можем. На 800 оборотов прогреваем двигатель, чтобы масло было 50, головки цилиндров 100. Но в этой температуре, 40, в этой температуре уже начинаем давать обороты. И полный прогрев начинаем. При температуре 60 градусов, в коробке цилиндров 160. Пока прогревается двигатель, сразу пробуем шнурвал от себя на себя, элерон и педаль, чтобы все струбцины были сняты, проверим. Потому что была куча случаев, когда забывали снимать струбцину. Проверяем выпуск с закрылком. Вот, на левый, на правый закрылок. Упускается. Потом убираем их. Слобкой уборкой закрылся. Чистично, не частично, аварийная уборка закрылась. Все, убралось. Проверим. Выключим. Девятый цилиндр не работает. Тогда прогреется, потом работает. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...